Махмуд Аликалиматов провел совещание правительства по итогам дней Ингушетии в Совете Федерации. Результатом мероприятия стало принятие постановления Совфеда Российской Федерации о государственной поддержке социально-экономического развития региона. Это модернизация системы здравоохранения, снижение уровня безработицы, развитие туризма и многое другое. При этом необходимо привлечение дополнительных средств со финансирования из федерального бюджета. На заседании Кабмина глава Ингушетии отметил ответственность каждого курирующего проблемное направление, зампреда, руководителя министерств, ведомств, глав муниципалитетов и иных должностных лиц. Он подчеркнул, что парламентариями были изучены все вопросы, изложенные делегатами из Ингушетии. Сенаторы пошли навстречу республике, после чего Совет Федерации постановил рекомендовать правительству России рассмотреть возможность разработки и утверждения индивидуальной программы ее социально-экономического развития, а также дополнительных мер по обеспечению сбалансированности бюджета региона, направленных на снижение просроченной кредиторской задолженности. Валентина Матвенко сообщила о том, что Министерство финансов России согласилось выделить нам 1 миллиард 250 миллионов рублей дополнительной помощи для решения проблем с долгами, напомнил глава региона. По этому постановлению каждый пункт, каждый пункт этого постановления, каждый должен у себя, министр, вице-премьер, понятно, определить и расписать исполнение, что касается здравоохранения, что касается экономики, финансов. Мы должны четко расписать все эти вопросы, которые мы должны решить, сопровождать. И там должны быть ответственные исполнители и обязательно столбик контроля. Все пункты, которые мы обозначили, проблемы, они вошли в постановление. И это очень важно. У нас есть то, что делать. У нас поддержка есть. 16 вопросов. Но никогда в истории этого не было. И в комитетах я очень благодарен правительству, конкретно министрам, которые участвовали в комитетах, отработали очень серьезно. А дополнительно уже Валентина Ивановна, она и в Харбулагскую больницу, поликлинику, и в Нижнем Очулуках, и в Кантышево. Еще вот эти три добавила вопрос. Продолжение следует...